Хотя другие члены Евразийского экономического союза с 1 января продлили нулевую пошлину на импорт электромобилей, российские власти этого не сделали. И кажется, теперь мы знаем почему. В России запускается большой проект по производству аккумуляторных автомобилей под новоиспеченной маркой Evolute. Правда, вместо отечественных разработок, публике предложат перелицованную продукцию поднебесного автопрома. Так, в конце марта Минпромторг, Липецкая область и компания Мотор Инвест подписали специальный инвестиционный контракт. Это документ, в котором автопроизводитель фиксирует планы по выпуску определенных машин, а взамен получает разнообразные преференции. Так вот, Мотор Инвест планирует выпускать на заводе под Липецком сразу 5 электромобилей нескольких классов – седан, минивэн и 3 кроссовера. Партнером выступил машиностроительный концерн Socon Group, что производит технику под несколькими брендами. Пока российские электромобили Evolute показаны только на тизерах. Однако, как разглядело авторевью, среди засекреченных машин затесался легко узнаваемый кроссовер Voya Free. Более того, для него даже подготовлено техническое описание. Если верить этому документу, в Россию прибудет 5-метровый SUV, оборудованный двумя электромоторами отдачей около 700 сил. А значит, нас ждет самый мощный из выпускаемых серийно-отечественных автомобилей. Правда, в местной спецификации указаны данные, немного отличающиеся от китайского исходника. В частности, у машин разные габариты, а в качестве аккумулятора заявлена батарея всего на 35 кВт-часов вместо исходных 88. Возможно, для российского бренда Evolute готовится упрощенная и удешевленная вариация. Ведь даже на своей родине модель Voya, или Lantoo, как эту марку называют китайцы, стоит немалые 56 тысяч долларов. Это, на секундочку, аж 4 миллиона российских рублей. Как уверяет издание, на Липецком заводе, где прежде собирали внедорожники Great Wall, уже удалось сделать первые предсерийные машины. Так что официальная информация должна появиться совсем скоро. Заявленная мощность российского производства – более 100 тысяч доступных электромобилей. Притом авторы проекта обещают глубочайшую локализацию продукта на уровне 5000 Минпромторговских баллов. У Lada Granta для справки их всего 3280. В производство электромобилей и аккумуляторов планируется вложить 13 миллиардов рублей за 11 лет. Это будет технология полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова